И снова здравствуйте, дорогие ученики! Мы сегодня проходим тренинг по мануальной терапии и сейчас разберем такой экспресс метод диагностики, быстрой диагностики тела человека и скелета. Когда нам не предоставили рентген или МРТ, ну, либо предоставили, но нам надо уточнение некоторые приобрести и некоторое понимание, что мы будем делать в дальнейшем, какие будем делать манипуляции. Для этого смотрим на человека, в данном случае пациента нам играет, как актриса, знаменитая, в больших новых театрах, ассистирует Юля. Самое первое – это первичный осмотр. При должной практике я просто уже по улице люди идут, уже вижу. Вот у этого таз перепошен, у этого кифоз, сколиоз, плечик там перекошены. Перекошены плечи, как правило, всегда в противоположных, если есть наклон, как правило, таз будет перекошен в другую сторону. Как правило, соответственно, стопа у коровочной ноги будет подворачиваться. Плоскостопие, как правило, с этой стороны, в данном случае, то левая нога, когда вот скидет на спиной стоит, левая нога свод стопы как поперечный, так и продольный будет сплющен. Соответственно, мы все это будем править. Ну, вот видно, девушка по улице идет, да, и видно, что у нее одна нога, на каблуках даже идет, да, одна нога больше подгибается, пятка подворачивается вот так вот. Люди, которые знают, что у них коровочная нога, они даже подкладывают себе под пятку, ну, либо кабул делать больше, да, либо что-то подкладывают под стельку. Специально стельки заказывают. Смотрим. Если человек встал, ну, просто визуально, да, то нам видно по оси тела человека, что вот эта маркерная зона наша, да, ключица, выше либо ниже, чтобы удостовериться, горизонтально с вами ладонью проверяем, видим, что ключица у данного пациента ровная, да. Далее проверяем поясницу. Ну, подождите, до полестницы мы сейчас посмотрим. Вот, опять же, визуально. Иногда бывает видно, что шея накладена вбок, влево или право, кривошей называется. Вот у нее чуть-чуть, в камере, продвижемся, чуть-чуть, вот, ногу вперед, да, на несколько миллиметров, да. У нее шея, относительно оси визуальной, да, мы видим, что накладена чуть больше вправо, да. При этом бывает, что, извини, поправлю тебя, что шея, например, сильно достаточно, тогда человек автоматически голову выравнивает вот так. У него получается смещение аксиса и атланта позвонков относительно черепа. И вот эти суставы, они испытывают натяжение, трение, да, больше смущиваются, отсюда появляются артрозы, артриты. Но при этом еще у человека лицо меняет свою форму. То есть один глаз получается, ну, в данном случае, я как пример, извини, извини, извините, на тебе показывают, на себе не показывают. В качестве примера просто. С левой стороны у таких людей череп опущен, и кости черепа вместе с глазом идут вниз, как бы вот спущиваются, да, с другой стороны они растягиваются. То есть организм так у нас построен, что он компенсационно себя выравнивает. Ему кажется, это нормально, человек привыкает, и так уже и ходит, да. Потому что у него горизонтальное положение глаз в итоге ровное, а на самом деле кривое. Вот, поэтому работа в таком случае будет достаточно, достаточно длительное. Посмотрим тебя спереди. Вот, видите, да, у меня шея ушла в бок. Если я тебя чуть поправлю, мне стоит, вот так, шею вот так, голову вот так. Чуть-чуть не длёпся, вот. Вот тебе так неудобно сейчас стоять, да? Вот, это не говорит, что она прямо имеет сколиоз, в прямом смысле слова, да? Может быть, это какая-то усталость. Далее, что мы смог, как мы можем еще проверить человека? Вот, пошагай на месте, поднимая коленки достаточно высоко. Так, нет, безвухунки висят, шагай, выше-выше поднимай. Вот так достаточно, нет, до горизонтальной. Вот так, еще раз. Вот, мы можем видеть по складкам, которые на майке, идут, что они идут неравномерно. Но она достаточно ровная, у них с людей, просто с одной стороны, начинает вот так вот тянуться. То есть даже по одежде это видно. Так, теперь нам, теперь мы как еще можем проверить? Если человек открывает рот, открой медленно полностью максимально. Вот, тут щелкает, видите, у нее, теперь закрывай, закрывай, видите, неравномерно. Открой еще раз, максимально. Ты не максимально открывай. Вот, максимально закрывай. Вот, ну, не так, без и помедленней. Мы видим, что через, да, поднимай, через, идет через бок и даже вперед немножко выдвигается, да. Это говорит о том, что есть, скорее всего, в горном отделе позвоночника, где-то узнает оморуне, на уровне человека, нахаты, есть какое-то в нее искажение. Пока мы подразумеваем, пока мы диагноз не ставим, мы только проверяем, да. Теперь покажи нам зубы, вот так вот, смыкаются они, извини, поправлю, видите, неровно, открою рот. Закрой. Вот, у нее нижний лист, прямые вот эти зубы, да, они на 2 мм сдвинуты относительно верхних зубов в сторону. Вот так вылила, да. Это опять же говорит о том, что, во-первых, через двинуто, да, из-за того, что при вашей и есть. Выщуки проверить, пошел, щелканечек. А выщелку воздух этого щелканечка. У нас тут, а не так выходит, подкрою этот, да, вот. Совсем не одинаково. Челканечка, да. Да. Вот, поэтому, чтобы ей сжевать, она делает движение жевасиной, извини, меня чуть покажи, вот с этой стороны давит на середину. Получается, право, налево чуть-чуть вот так. Вот, череда, выщелканчек, сдвинутый щелканечка с обоих сторон. Теперь смотрите, чтобы понять, что у человека сколиоз, можно попросить открыть рот максимально и вытащить язык. Вот так, вперед-вперед. Вот, видно, что язык, покажи поближе. Держи даже язык. Нет, подожди, стоп. У меня вода покорилась. Закрой, закрой, пока, пока закрой. Стоп. Надо в спокойном состоянии. Все, успокоились, да? Как он бывает? Поймаю хохотушечку какую-нибудь, да? Так, все. Сбросили, да? В спокойном состоянии открываем рот и показываем язык вверх-вперед, да? Смотрите, как он наклонен. Видите? Влево наклонен. Соответственно, мы предполагаем, левая сторона грудного отдела, она укорочена, значит, сколиоз, лево, ой, право-право, получается, извините. Сколиоз, предполагаем, в груди будет правостороннее. Да? Как мы еще это можем проверить? Возьми спокойно, не напрягаясь, рассылать руки и прямыми руками, подожди, дослушай до конца. Закрыли глаза и прямыми руками соединили ладони. Все, стоп. Замерли. Уже знаешь, да? Раз, ну, все, можно, ты глазок, дослабся. Продеваем руки. И видим, смотрите, насколько пальцы с правой стороны стали выше. Значит, возможно, что наше предположение по поводу левостороннего сколиоза было неверное. Он, скорее всего, правосторонний. Почему? Потому что, чтобы вытянуть руку выше, у нее должны быть искажения в грудном отделе вправо уйти, и ребра повернутся тоже. Представить обычно еще идет ротация ребра чуть-чуть. То есть, скорее всего, эти ребра у меня развернуты вот так вот сюда, в другую сторону. Теперь проверяем таз. Но нам для этого надо будет мальчика снять. И повернуться спиной. Вот, теперь соедини руки вот так ладони на грудь, на грудь, на грудь, на грудь, на грудь, на грудь, на грудь. Вот, тоже вот сюда. Вот, смотрим. Смотрим по вот этим вот ушкам. дырочкам, да? Еще ближе. Жми руки. Тут не сильно. О, видите, здесь практически нету. Тут я даже, даже один только палец могу вставить. Вот этот треугольничек пустой. А здесь, смотрите, сколько? Три пальца входит. Видите? Вот, уже разница. Уже визуально можно понять, что все-таки в правостороннем грудном отделе. Теперь так же соедини руки на спине. Ладонями вверх, я тебе помогу. Вот. Так, получилось ровно, да? Но, если неудобно, руками так вверх, попробуй вниз. Возьми, вводами вверх, центр позвоночника шире. Возьми пальцев мерить. Четыре пальца, здесь четыре, плюс один палец, пять пальцев. Мало того, что в сторону пошло, но и выше горизонтали, видите, на два пальца вышла лопатка поднимается. теперь смотрим кости накладываем на вот эти точечки пальцы, а указательно пальцы на верхний гребень подвздошной кости. И смотрим относительно горизонтали, нет, относительно горизонтали. Видите, чуть-чуть выше вот эта сторона, не сильно, но чуть-чуть выше. Чтобы нам лучше понять, где находятся вот эти косточки, можем, ну, либо в практике мы ногтями нажимаем такие пятнички, оставляем, либо вот, чтобы вам было визуально понятно, я на мастерам рисую обозначить эти места. вот и вот. Во-первых, смотрим их горизонталь. Вроде есть горизонталь, но линия позвоночника идет ближе к правой стороне. То есть, крестец все-таки смещен, да. Предполагаем, если у нее вот эта часть повернута выше, соответственно, она разворачивает крестец в призбовом сторону, то есть она же у него давит подвздошный подвздошный коезд, естественно, разворачивается в ту сторону. Соответственно, расстояние здесь уменьшилось, значит, у нее пошел сколиоз, пока мы его не видим, мы предполагаем, сколиоз пошел левосторонний, если здесь правосторонний, то вот и получается S-образное компенсационноторное выпрямление. Как мы можем удостовериться в этом? Просим человека наклони подбородок как ключицы. Тут можем сразу визуально увидеть косточки, прощупать их, либо пометить остистые отростки, прямо нарисовать, и увидим, насколько они от оси отходят в сторону. Либо не рисуя, попробуем наклонить человека. полностью так, ну, ровно смотрю в окно, ноги ровно, наше не печь, да, плечи сгибаем вперед, ключицы, подбородок ключицам, плечи набегают, просто расслабь, и тенись руками, на даму, например, наклонившись вперед, сгибайся, стой, 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 стой назад, движнулись, нагибаемся не от поясницы, а скручиваемся, как черепаха, как улитка, вот сверху, да, да, вот так скручивайся, стоп, стоп, замри, вот, а мы в этот момент смотрим ее линию позвоночника, видите, пошла вправо, вот, не чуть пониже, покажи вот так, вот, вот видно от оси, она вот отсюда пошла вправо, еще пока не сколиоз, была бы еще дуга, вот эта увеличена, реберная, так, еще нагнезд пониже, скручивай, скручивайся, руки висят, висят руки, висят по вес, вот так вот, висят свободно, еще ниже смотрим, вот этот уровень, тут вроде ровно, да, еще ниже спускайся, вот, вроде ровно, да, то есть мы как в прицел смотрим, чтобы омирить за половинки были ровно, еще спускайся ниже, насколько можешь, максимально, спортом занимаешься, сможешь, здесь смотри, здесь пошло вот этот, бугорок ужас, если позвонок кажется прямой, то все-таки вот, ребра тут уже торчат, вот, эти против этих торчат, у нее не явный скалилос, а такой вот скрытый, кстати, вот тут видно, что сразу пошли вправо, D1, D2, D3, D4, D5, повернутый вправо, так, нагибается максимально до пола, можно достать, руки висят, висят руки, да, вот, и теперь смотри сюда, на поясницу, а, насколько ушло вверх, если покажу, вот горизонтали, смотри, на 2 сантиметра, от этого, ямочка, вижу, шланг 2 сантиметра, то есть у нее свободно ходит крестцово-подвздошное сочинение, оно движется вот так вот, мы удостовериваемся в этом, тем, что накладываем пальцы на эти места, держим подвздошные кости и просим пациента выпрямиться, выпрямляясь и медленно, стало, да, ровно, стой, ровно, ровно, стой, стой, вот, чуть-чуть он сместился вниз, еще раз проверяем, наклоняемся вниз до пола, вот, все, тут пошло вверх, вот, вот сюда ходит эта косточка, подвздошная кость ходит, ходит, значит, здесь мышцы укорочены, поэтому здесь закрепление идет, да, а здесь им приходится быть расслабленными, поэтому выравнивает организм сам себя, подвижностью вот этой подвздошной кости, тазовой кости вот с этой стороны, так, далее проверяем лежа, перейдем, лежа, ложись, знаешь, как, голову туда, ногами сюда, на спину, на спину, на спину, во-первых, смотрим, ось человека, да, что, где-то, лёг ровно, потому что может просто неровно лечь, подравниваем ему как надо, да, руки, ноги, плечи, вы смотрите, плечо тянет вперед, уже сразу видно, это значит, него грудные мышцы, вот эти вот укорочены, тазовые косточки, проверяем, вот эта косточка, вот эта вот, чуть выше, и относительно ее тело, тоже выше, видите, как стоя было, так и лежа, не сильно на сантиметр, вот здесь он выше, проверяем длину ног, длину ног мы смотрим по, трем, как бы, показателям, можно на носочке снимать, это первое, по щипоткам, по вот этим внутренним косточкам, да, желательно, чтобы стопы были прямой, по прямым углом, вот, незначительно, но вот это вот, короче, нога, буквально, метр, миллиметр на, два, три, видите, чуть-чуть, нет, ты неровно снял, симметрию, держи, вот, видите, вот она чуть выше, поднимается, теперь смотрим, по пяткам, по пяткам, вроде ровно, нет, с этой стороны, а вот так, и смотрим по большим пальцам, по длине больших пальцев, пошли пальцев, вроде тоже ровно, даже вот этот больше получается, хотя здесь щекотки меньше, теперь мы проверяем, потому что искажение в ногах может быть анатомическое, то есть от природы, да, а может быть приобретенная, для этого за, оставляем ноги, оставляем на месте, мы придерживаем, да, а сама садись на попу, вертикально вверх, да, села, теперь проверяем, смотрите, еще раз по этим показателям, левая, это правая, левая длине, правая, больше на 5 метров, теперь, да, левая, вот левая, а, я перепутал по правой, да, левая длине, правая выше, потому что, видите, было на 3 миллиметра, стало 5 миллиметров, смотрим пятки, опять сверху, 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 смотри, пятки ровно оказались, да, пальцы смотрим, пальцы портированы, но у тебя вот этот палец больше забыть сюда, искривлен, да, может быть, это, кстати, от обуви, то есть, то есть, причина не в ее костях, теперь ложись обратно, вот, ноги более-менее выравниваются, из-за чего это происходит, помните, мы стоя проверили, что у него тазовые кости, слева получается, ходят с фудуном, значит, мы предполагаем, что левая нога, с тазовыми сочинениями, она как бы на месте, ходит правая, да, но это не значит, что из-за этого она длиннее, а наоборот, у нас было крестцово-подвздошное сочинение, то есть, вот с этой стороны, оно было больше закрепощено, больше спазмировано, да, вот его, то есть, на него, сейчас мы его и будем лечить, сейчас мы его и будем править, вытягивая, соответственно, вот эту ногу, так, теперь поворачивайся на спину, в принципе, мы нам уже все понятно, да, тут вот в себе немножко проверим, опять положили пациенту ровненько, бывают люди с большим животом, они просто даже ложатся на бок, у них таз заваливается, то есть, это не причина того, что кривое, да, позвоночника, просто конструкция человека такая, проверяем ноги, опять же, по этим реперным точкам, да, нам надо убедиться, что идет от коленей все ровно, то есть, вот, колени-то сплошная кость, голень, да, близко поставили друг другу, вот она ровная, но, то есть, вот тут мы смотрим, щеклотки, вот они идеально совпали, да, то есть, значит, проблема не в разности голени, а в разности, вот, положили, сразу это длиннее стало, это короче, видите, пятка тоже смотрим, видите, это выпирает, это меньше, вот пятки, сразу, явно вообще видно, явно, пальцы смотрим, смотрите, явно больше, то есть, показатель того, что когда человек был лицом кверху, спиной вниз, или, как я обычно говорю, филейной частью в ад, оливером к богу, пуском к солнцу, вот, там у нас были немножко другие показатели, да, у нас получается, правая нога была короче, а сейчас она длиннее стала, вы видите, то есть, тут можно еще ошибиться, значит, проблема-то на самом деле, оказывается, все-таки с правой ногой, а этот таз, мы будем двигать вперед, то есть, убираю, уходя вперед, он тянет бедро, бедерин, кости, нога будет вытягиваться вперед, таз, вот, запомнили это все, да, и теперь просто, упрись лбом, стол, пожалуйста, смотрим, как в прицел, в ее поверхности, в пятке, между ягодиц, расстояние, да, между лопатками расстояния, смотрите, здесь больше, получается, выше, опять же, это, нет, ты увидишь, что кусыдствами, с камеры, подойди отсюда, ты с той стороны не видишь, и назад управляй, вот, видишь, это, ее дебро больше, это ягодица выше, но, опять же, это еще не значит, что позвоночник кривое, это может быть человек от природы, у него легкие со стороны сердца, больше проработаны, может быть, она занимается, лыжным спортом, может быть, у него там, тяжелый труд, физический, бодибидзер, бодибидзер, да, она бодибидзерша, у нее величина сердца, нет, или левша от природы, тут, кстати, вот можно поиграть в предсказатели, я человеку говорю, а ты же левша, левша, наверное, он говорит, ой, да, откуда ты знаешь, а ты, сидишь все время на правой ягодице, левую ногу кладешь на правую, да, у тебя такое бывает? левую ногу на правую, нет? а, левую, да, на правую, да, вот видите, они спрашивают, про пациент, нога незамечая, тазакидывается на короткую, нет, я по тазу сужу, не, не так вот, я сужу по тазу, то есть, если таз получается меньше, чуть-чуть косточку не провести 다음, вот оно меньше, а это выше, подвижность больше, так вот эта нога и накидывается, может проверить, что подвижность больше было, накидывается нога, которая легче, чем, короче нога и неудобно, даже человек, когда сидит, положил, вот это возможно и неудобно а тогда короче на получается получают будет удобно сидеть но видишь у нее же не она не постоянно короче когда она лежала на спине было короче левая нога когда вы правы когда лежит на животном вниз получается короче левая нога уже у нее просто ходит то чтобы сюда несколько минут эти отношения так но в принципе это диагностики достаточно но можно еще смотри поверьте голову поставь руки на локти опустили вниз вот если но тут как бы открывать позвонок позвонки нам видно сразу становится если не видно попросим руки локти ближе к другу так вот сразу открылась смотрите как и вот видно искажение ветер право пошло это получается 1 2 до 3 до 4 до 4 тоже выравнивается вот кроме того мышцы вот мышцы тянется страны больно да с этой нет да вот она грамотян то сразу видно вот он тянет будем проверять вот эти мышцы тоже будут болеть справа больше чем слева до справа ну просто мы с ней работали вчера поэтому мышцы и так болят вот проверяем кости шеи чтобы усталости не было для этого голова просто висит висит расслаблено и мы с вами пальчиками щупаем костисты отростки пока качество головой до проверяя соседние отростки вот это получается вот ушел влево следующие это шейный а следующие вот пошли вправо проверяем верхние отростки но вот сверху бывает очень тяжело во первых у юношескелет далеко он дала там далеко там просто да вот покажи себя просто получается что 2 и 3 шейные позвонки они прощупываются до 1 у первого нет оси 100 отростка его просто мы не сможем пощупаться стороны 3 и 4 у них оси отростки маленькие они как бы в глубине находится если у человека лордоз то мы их увеличены до гиперлордоз то мы их даже вообще-то даже пальцами залезем то есть они вот так сжаты что просто впереди еще как мы можем ошибиться второй позвонок аксис да он раздвоенный оси 100 отросток причем у раздвоенного отростка может быть одна половинка больше ну чисто анатомически чем другая да поэтому просто его прощупывать сверху мы не поймем ровно находится ли нет ротированным либо подвинуть поэтому нам надо прощупать вот эти отростки поперечная поперечная примерно но это середина шеи сбоку до под мышцами то есть нам надо вот эти мышцы вот чуть приподнять и под ними вот их нащупать чтобы было больше понятнее как щупать да голову голову крутим норме 3 4 позвонка вращаем на вращение на ротацию проверяем на поворот и проверяем 5 6 проверяем 7 проверяем у данной дамы вроде все ровно нет и самых некрасивей подкручиваешь мне помогать и немножко не надо помогать вот и самое главное это сложно позвонок это аксис да вот его надо он по длине кстати видите у него и ближе к вот этим вот вы щелканы как они вот шишечки на заведенные отростки не начали начали пишут как она ну бокс не решено название сейчас неважно вот мы ее можно ощупать вот она да но под ней находится еще целая вереница лимфоузлов лимфоузлы не путайте во первых нельзя жрать меня теперь снимай на них во первых нельзя давить сильно да как-то их не путать они мягкие это не кость да то есть нам их надо войти то есть вот смотрите вот вот эта косточка вот он торчит да вот под ней лимфоузел в этом мы его обходим и чуть ниже вот под него тут теперь стой с другой стороны смотрим поворачиваем голову крутим закидываем назад и во первых пальцами своими проверяем а во-вторых у человека спрашиваем где больнее слева справа симметрично симметрично у меня почти симметрично вот аксис 2 вы тут мышцы напряжены отсюда и кривоше есть идет вот на ним тебя они тянут твою голову в право получается видишь можно лестничные мышцы проверить здесь не больно скорее всего они не воспалены просто закорочены лестничные мышцы крепятся к ребрам изнутри с той стороны к первому второму то есть они вот отсюда до шеи вот туда и там крепится то есть нам надо будет чтобы чтобы шею кривошесть выправить да не только позвонки на место поставить а еще и вот эти мышцы ну в данном случае прав мы про правую часть говорим да вот эти мышцы вот они туда уходят их расслабить растянуть растянуть поворотно в эту сторону вместе с шеей вот так на данном моменте вот мы провели быструю экспресс диагностику нам сразу стало протяло все понятно да и теперь мы будем соображать как это все править с какими манипуляциями и мануальными воздействиями мы сейчас девушку придем в порядок вырубляем ей ноги но об этом вы узнаете только придя к нам на тренинг как это непосредственно делать видео видео это так смотрите по нему научиться по сути нельзя вы только кому-то придет некоторое понимание ну ничего страшного тоже полезно ставьте лайки смотрите наши большие видео но лучше приходите получать знания в ваши руки мы вам поставим руки с вами был олег алабудин до новых встреч друзья